Обеденной порой, в один прекрасный солнечный день, группа бывших выпускников отправилась в местный ресторан. Наслаждаясь обедом, они сплетничали об одноклассниках и смеялись, пока один из мужчин не предложил рассказать историю о мышах и сыре. Друзья ухмыльнулись. «Ты что, забыл, что мы больше не в школе?» На что он ответил. «Эта шуточная история описывает нешуточные проблемы. Может, вы узнаете в ней себя?» И называется она «Где мой сыр?» Давным-давно жили в лабиринте четыре обитателя. Мышки Нюх и Бегун и маленькие человечки Гом и Мон. День ото дня у них была лишь одна цель — найти свой кусочек сыра. Мыши, как более примитивное создание, искали сыр методом проб и ошибок. Натыкаясь на стену или оказавшись в тупике, они разворачивались и продолжали поиски, в то время как сложная человеческая натура Гома и Мона побуждала их взвешивать каждый шаг, планировать и сомневаться. Мыши и люди бежали, сломя голову, в надежде урвать заветный кусок сыра. Однажды им это удалось. На сырной станции Си они нашли большой запас ароматного лакомства. Каждое утро жители лабиринта стримглав мчались за сырным наслаждением, испытывая чувство безмятежного счастья и полного удовлетворения. Пиршество вошло в привычку, и маленькие человечки стали настолько высокомерными, что возомнили себя местными королями. Они даже украсили стену словами «Не настигнет нас ненастье, потому что в сыре счастье». Вскоре Нюх и Бегун вернулись на станцию Си за новой порцией, но обнаружили, что ничего не осталось. Мыши не были удивлены, так как замечали, что запасы истощаются, и были готовы к этому. Недолго думая, хвостатые выдвинулись на поиски сыра, так как это был единственный способ найти новый клад. Нюх и Бегун усвоили для себя урок. Идя по новому пути, можешь вкусный сыр найти. Вскоре и маленькие человечки подоспели на станцию Си. Каково было их удивление, когда на привычном месте они не обнаружили своего кушанья. Гом не на шутку разозлился и прогремел. «Где мой сыр?» Человечки долго не могли поверить своим глазам и были очень расстроены. Они считали себя умнее мышей, но вели себя совсем не по-умному. В то время как Нюх и Бегун уже находились в поисках новой базы, Гом и Мон горевали на станции Си. Мон даже изменил надпись на стене. Теперь она гласила, «Чем больше к сыру привяжешься, тем труднее с ним расстанешься». Каждый божий день Гом и Мон возвращались на станцию в надежде, что заветный сыр окажется на том же месте. Но этого не произошло. В то время как мыши продвигались всё дальше, человечки жалели друг друга и вспоминали о том, как было хорошо, пока у них был сыр. Вскоре Нюх и Бегун наткнулись на самый большой запас сыра, который они когда-либо видели — сырную станцию Н. Мон первым прекратил тщетные стенания и отправился в лабиринт. Он понял, что оставаться на станции Си не имеет смысла. Он сказал Гому, «Если дальше не пойдём, в итоге с голоду помрём». Но страх был сильнее Гома. Он привык к этому месту. Ему было комфортно и безопасно. Лабиринт пугал его. Мон поднялся и написал на стене, «Чтобы перестать грустить, нужно страх свой отпустить». Он тоже боялся, но решительно собрал свои вещи и пустился в путь по тёмным закоулкам лабиринта. Ему пришла в голову мысль, что лабиринт не такой уж и страшный, каким казался. Мон остановился и написал, «Чаще нюхай сырный дух, чтобы понять, что он протух». Он оставлял эти надписи в надежде, что Гом осмелится выйти в лабиринт и следовать по его пути. Мон бежал и бежал, и чувствовал себя так свободно, что вскоре и вовсе позабыл о сыре. Сам факт приключения доставлял ему удовольствие. Он радостно написал, «Когда свой страх позади оставляешь, дальше по жизни свободно шагаешь». Он воодушевился и был уверен, что новый клад не за горами, и эти приятные мысли помогали ему двигаться всё дальше и дальше. Наконец, Мон прибыл на большую базу, но сыра на ней почти не осталось. Он пожал плечами, «А ведь я мог бы пораньше уйти, да кусочек побольше найти». Мон подкрепился тем, что осталось, и двинулся дальше. Затем он решил вернуться к Гому на станцию Си и рассказать о находке. Вернувшись к своему другу, он обнаружил его сидящим в центре пустого зала. Гом был очень подавлен, его ничто не интересовало. Он снял беговые кроссовки и просто сидел. С печалью в голосе он сказал, «Не нужен мне никакой новый сыр. Мне нужен мой старый сыр. Я знаю, что если буду здесь сидеть, то рано или поздно он появится». Мон с сожалением осознал, что ему не удастся убедить друга сдвинуться с места, поэтому решил продолжить свой путь в одиночку. Шагая по темным переулкам лабиринта, он написал, «Если перестанешь во что-то верить, начнешь вещи по-новому делать». Мон продолжал находить ломтики сыра, и эти маленькие сюрпризы придавали ему сил и уверенности. В глубине души он все так же надеялся, что Гом последует за ним по надписям на стенах. Мон постепенно оставлял прошлое позади и начинал жить настоящим. И тут случилось это. На станции Н Мон с удивлением обнаружил огромный запас ароматного сыра. Таких масштабов он еще никогда не видел. Радости не было предела. Он начал изучать находку и вдруг понял, что на этой базе он не один. Нюха и бегун уже здесь обосновались и подъедали запасы. Мон пообещал себе, что в следующий раз он не станет медлить и будет действовать решительно. Он также понимал, что соблазн вернуться к старым привычкам велик, поэтому, чтобы избежать тех же ошибок, Мон ежедневно проверял остаток сыра на базе. Он наслаждался лакомством и параллельно осваивал новые территории. Мон знал, что рано или поздно запасы будут исчерпаны, поэтому нужно выходить из зоны комфорта и разведывать новые пути. Однажды Мону показалось, что он услышал какое-то шевеление в глубине лабиринта. Может, это Гом? Он повернул голову в надежде увидеть своего друга. Мон очень надеялся, что Гом сможет, наконец, оставить прошлое позади и двигаться дальше. В этой притче мы можем увидеть самих себя. Так же, как Гом и Мон, мы находимся в поисках счастья, где лабиринт — это наша жизнь. Может, это воспитание детей или учеба в школе, или работа с 9 до 6. Подобно маленьким человечкам, мы сталкиваемся с проблемами и переменами в лабиринте. Сыр — это наше стремление к какой-то цели. Счастливая семья, финансовая независимость или владение успешным бизнесом — каждый из нас несется по лабиринту в поисках своего сыра. Особенно сейчас, в период пандемии, эта книга актуальна как никогда. Многие потеряли свой сыр. И не факт, что когда-либо найдут его. Если вы работали в ресторане или офисе, то реалии таковы, что даже после окончания эпидемии ничто не будет прежним. Сыр закончился, поэтому нужно двигаться вперёд. Перемены — это единственное, что постоянно. Умение адаптироваться к этим переменам будет определять ваш успех в жизни. Лично я извлекла для себя пять уроков из этой книги. Урок первый. Чем больше привязываешься к сыру, тем сложнее его отпустить. Нам категорически не хочется покидать свою зону комфорта. Раз уж мы нашли свой ломтик сыра, то намертво вцепляемся в него, будь то работа, отношения или идея для бизнеса. Может, вы были в отношениях десять лет, но ваш партнёр захотел расстаться. Это полностью выбивает вас из колеи. Вы не знаете, как дальше жить, ведь нужно начинать всё сначала. Вам предстоит искать новый сыр. Вы можете годами сокрушаться об утрате, страдать и анализировать, жаловаться. Это не поможет. Факт остаётся фактом. Сыра больше нет. И чем раньше вы отпустите прошлое, тем быстрее найдёте новый сыр. Урок второй. Если дальше не пойдём, в итоге с голоду помрём. Многие трудолюбивые и преданные своему делу работники с огромным стажем могут однажды прийти на работу и услышать, что больше не нужны. Технологические прогрессы и инновации сделали их работу невостребованной. Специалисты не захотели в своё время меняться и учиться чему-то новому. В итоге разрыв между их знаниями и актуальными требованиями стал слишком велик. Даже если кто-то пытается шагать в ногу со временем зачастую бывает уже слишком поздно. Урок третий. Чаще нюхай сырный дух, чтобы понять, что он протух. Те, о ком мы говорили в прошлом уроке, точно забыли проверить свежесть своего сыра. Если постоянно обновлять свои знания и развиваться, то вам не придётся сомневаться в востребованности своей профессии. Даже если сейчас кажется, что в вашей сфере всё относительно стабильно, то это до поры до времени. Упрямство и лень учиться чему-то новому доведёт до того, что сыр протухнет, и вы останетесь ни с чем. Урок четвёртый. А ведь я мог бы пораньше уйти, да кусочек побольше найти. Раньше перемены вводили меня в панику. Если мне нужно было принять какое-то решение, то я обдумывала всё тысячу раз, даже если мне предстоял выбор из двух-трёх вариантов. Знакомо? Бесконечный поиск информации в интернете, накручивание себя, мысли о грядущей катастрофе, обмусоливание проблем с друзьями. И вот уже прошло три месяца, а я всё анализирую, смотрю за всеми, кто отважился сделать первый шаг и уже пожинает первые плоды своего успеха. Ну что ж, в этом виновата только я. Мне не хватило решительности. Если вы столкнулись с аналогичной проблемой, то присмотритесь. Может, вы не можете принять решение, потому что варианты похожи друг на друга, или разница между ними слишком мала? Если так, то зачем тратить время на осмысление того, что нельзя осмыслить? Выбирайте то, что кажется правильным, и двигайтесь дальше. Если честно, эта тактика помогла мне сэкономить кучу времени. Мне стало проще принимать быстрые решения. Я больше не стою в прострации возле холодильника в раздумьях, что съесть на завтрак, кашу или омлет. Не трачу пять минут на выбор йогурта в магазине. Ой, а в этом меньше жирности и калорий, а этот дешевле. Не разменивайтесь по мелочам. Сделайте выбор и двигайтесь дальше. Если вы нанимаете нового сотрудника и сомневаетесь, справится ли тот со своими задачами, просто сделайте это. В любом случае, вы можете исправить ошибки уже в процессе работы. Если что-то пойдёт не так, всегда можно вернуться назад. А если будете без конца терзать себя сомнениями, то вообще не сможете решиться. Урок пятый. Чтобы перестать грустить, нужно страх свой отпустить. Страх подобен гиперопеке родителей, которые говорят, «Не ходи туда, это опасно. Лучше сиди дома». «Зачем тебе этот спорт? Не дай бог сломаешь себе что-нибудь». Рано или поздно нужно научиться говорить «нет». Иначе можно так и остаться 35-летним запуганным ребёнком. За гранью страха открываются новые горизонты возможностей, но для этого нужно совершить прыжок в неизвестное. Да-да, неопределённость — это чёрт. Но поверьте, он не так страшен, как мы его себе молюем. Так устроен наш мозг. Он постоянно сканирует ситуацию на наличие опасности. Страх помогал нам выжить в процессе эволюции, и теперь, даже когда видимой опасности нет, он её себе придумывает. Когда я чего-то боюсь, то спрашиваю себя, «Каков наихудший исход событий?» Таким образом, я воображаю самое страшное и принимаю это. Да, это произошло. Что теперь? Развив невротическую мысль до конца, тем самым я обезоруживаю её. Во-вторых, стараюсь абстрагироваться от того, что я чувствую сейчас, и представить эту ситуацию в будущем. Открывается совсем другая картина. Вспомните случай, когда вы чего-то боялись. Кажется, что это конец света. Трагедия. Вам очень страшно. Годы спустя вы смотрите на это совсем другими глазами и, может, даже подшучиваете над собой. Так ли это было страшно на самом деле? И если вам кажется смешным то, чего вы так боялись в прошлом, то возможно, что ещё через 10 лет будете смеяться и над нынешними страхами. Двигайтесь вперёд, несмотря на страх. Помните, что это лишь кочка, на вашем пути, и она не должна стать непреодолимым препятствием. И, наконец, третья мысль о страхе. Не платите за страх больше, чем он того стоит. Какова истинная цена вашего страха? Если хотите узнать об этом больше, кликайте по ссылке и смотрите обзор книги Дейла Карнеги «Как перестать беспокоиться и начать жить». Хотелось бы в заключение привести цитату Чарльза Дарвина. «Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям». Поэтому, друзья, давайте плыть по течению, а не против него. Мир меняется каждую секунду, и мы вместе с ним. Единственное, что не нужно менять, это подписку на «немного лучше». Продолжайте смотреть наше видео и узнаете для себя много нового. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь, и мы продолжим делать для вас новые интересные обзоры. Берегите себя! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok